Уважаемые коллеги, прежде всего спасибо, что открылись на наше предложение встретиться перед официальным открытием кинофестиваля. У нас где-то в 17.50 откроется пресс-конференция, но перед этим мы бы хотели, чтобы вы осмотрели вот эту прекрасную выставку литовского киноплаката. Что нас иногда обижает? Я с обидно начну. Нас обижают, когда нас называют прибалтийцами, потому что мы говорим, что мы страна Балтии, это раз. Нас очень обижают, когда нас путают с Латвией, и когда говорят, да, Литва, знаю, в Риге был. И, к сожалению, несколько раз мне попадало здесь, в Санкт-Петербурге, с этим столкнуться даже среди дип-корпуса, виток. И мы тоже понимаем, что мы должны быть больше видны, но я понимаю, что со своим ростом метр девяносто шесть я смогу это как-то... Делать так, да. Ну, а третье, что и меня немного удивляет, что все-таки, если надо было сказать про литовское кино, может быть, хорошо, что хотя бы один фильм, знаю, никто не хотел умирать. Но все-таки литовское кино с очень хорошей, интересной историей. Оно интересное, оно доброе, оно человеческое, оно очень чувственное. И вот эти 50 плакатов, которые приготовлены музеем театра музыки и искусства Вильнюса, такая передвижная выставка, она сюда приехала уже в сентябре, так как, когда проходили дни европейских языков в армитаже, мы тоже откликнулись на предложение, чтобы часть выставки была приурочена к проходящему в России году кино. И мы уже тогда привезли эту выставку и подумали, что вот такое уже официальное открытие может быть и в рамках второго уже кинофестиваля. Сюда приехало 50 плакатов, которые интересны и с точки зрения искусства, потому что литовский киноплакат считается очень интересным видом искусства. И тоже можно почувствовать, что наши киноплакаты были такие и очень штамповочные. Так, наверное, один штамповочный плакат – это самый первый литовский фильм, который вы там видите, «На днем и нам рассвет», фильм 1953 года, который, между прочим, фильмом литовской киностудии можно назвать только с натяжкой. Он, конечно, полон идеологических штампов. Если честно, я только видел отрывок три минуты, знаю, что в Литве даже не сохранился этот фильм, но он был снят при помощи киностудии «Вентфильм». То есть, как бы, общая работа и то, что она связывает тоже с Санкт-Петербургом. А вообще, есть возможность всем посмотреть плакаты 50 литовских фильмов, поинтересоваться историей их создания. Я так понимаю, что фильм «Чувства» восполнит то, что в течение 50 лет было закрыто, потому что я ничуть не сомневаюсь, что ни один из собравшихся здесь, кроме литовцев, этого фильма не видели. И, значит, и вот этот как раз вот киноплакат фильма «Чувства». Вы сможете увидеть на этой выставке остальные 49 фильмов. И я был бы очень рад и благодарен, если бы вы запомнили на будущем хотя бы два названия. Это будет нам задача, Александр, на следующий год этот фильм перевести уже на следующий кинофестиваль. Все, что я вам предоставлю. Спасибо большое, генеральный конструктор. Спасибо, Дэнио. Сейчас я хотел бы представить слово представителю литовского киноцентра. Это Витас Григорий Айвес. Человек, который не только знает всю историю кинематографа, литовского кинематографа, но и занимается сейчас реставрацией кинолент, которые были созданы в 60-70-е годы. И это человек, который знает, как это делается. Он может немножко рассказать об этой выставке и рассказать о чувствах, которые будут сегодня как раз показываться. Потому что чувства с легкой руки Витаса Григорий Айвеса были прекрасно реставрированы. И звук, и там сам Маэстро просто во всей красе. Все почистили там, все он красивый такой, шелковый, шелковый. Понимаете, это Витас Григорий Айвес. Пожалуйста, слово Витаса Григорий Айвеса. А, а я как-то иду по счету. Нет, нет, надо, пожалуйста, можете посетить. Я сейчас принесу стульчик. Нет, нет, нет. Нет, 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 чтобы все вы видели. Нет, вы говорите сейчас. Да, и уважаемые коллеги, несколько слов на расчет этого фильма, который мы и будем вместе с вами смотреть. Вы, как знаете, все фильмы, которые сняты на пленке 35 миллиметров, за долгое время показа стали не очень хорошего качества. И вообще в это время уже показываясь 35 миллиметров, создаются такие страшные условия, что нету кинопрактической акционной техники. Так мы, Литовский киноцентр, придумали, что надо, чтобы как можно распространить больше хорошие классические литовские фильмы, делать полную реставрацию изображений и звука. Работа велась 5 месяцев, и мы сделали то, что вы быстро сумеете увидеть и оценить. После полной реставрации изображения звука, фильм стал гораздо лучше технически и визуально. Звук тоже чистый. Ну и мы потом спросим маэстро Реги Мантаса, как было, когда этот был еще 35 миллиметров. Как это было? А больше могу сказать и посоветовать прийти на другие литовские фильмы, посмотреть анимацию современную и немножко больше советского времени и последней работы, а также посмотреть ретроспективу Янины Лапинскайте, а также молодого режиссера Лина Смекута. Если будут вопросы, я думаю, что я сумею вам ответить, но время идет. Да, и в цех, наверное, уже можно всех пригласить наверх, где будет уложаться пресс-контресс. Пожалуйста, на второй этаж проходите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.